Сегодня человек в медицинской маске на улицах или в общественном транспорте Самары скорее исключение, чем правило. В настоящее время введенные из-за пандемии ограничения приостановлены, в том числе и масочный режим. Между тем, по данным специалистов регионального управления Роспотребнадзора в Самарской области, на протяжении последних четырех недель наблюдается рост числа заболевших граждан. И касается это всех возрастных групп. Наибольший рост отмечается в социально активных группах, такие как дети от 7 до 14 лет и взрослые от 18 до 50 лет. При этом наибольший показатель заболеваемости отмечен в возрастных категориях до года и взрослых старше 65 лет. Только за прошедшую неделю в Самарской области выявлено 1943 случая заражения COVID-19. Это почти в два с половиной раза больше, чем за предыдущую. Поэтому медики советуют потратить немного времени и сделать прививку. Укол не поставят только в двух случаях. На данный момент есть два противопоказания только к прививке. Это если человек пришел непосредственно уже с какими-то признаками простуды или РВИ, то это прямое противопоказание. То есть если человек имеет какие-то заболевания, может быть уже инфицирован вирусом, то ему не понадлежит прививаться. А второе противопоказание – это посредственно аллергические реакции. По словам медиков, на прививке записываются люди почтенного возраста, что неудивительно, ведь они входят в группу риска. Молодые люди в основном приходят по требованию работодателей. Впрочем, немало и тех, кто просто заботится о своем здоровье. Сделала прививку от коронавируса. Боялись за здоровье. Вся семья сделала прививку. Я сделала прививку, потому что на работе это потребует. И за свое здоровье, конечно, переживаю, чтобы не подцепить и быть здоровой. Чтобы не подвергать себя и своих близких опасности, специалисты советуют гражданам соблюдать элементарные меры предосторожности. Если почувствовали недомогание, стоит остаться дома и вызвать врача, регулярно мыть руки и проветривать помещение. Уязвимым категориям граждан носить маски в людных местах. Ведь в случае ухудшения обстановки по COVID-19, действие ограничительных мер в Самарской области может быть возобновлено. Светлана Тимофеева, Василий Колдашов. События.